Здравствуйте, сегодня видео вздутие живота, газообразование, и я заявляю, что у вас больше никогда не будет вздутий газов, если, конечно, вы учтете то, о чем я сегодня вам расскажу. Итак, причин этих проблем несколько. Это проблемы с желчью, проблемы с ферментами поджелудочной железы, проблемы с кишечником, ну и самое главное, это несовместимая пища, усугубляющая первых три проблемы. Ну а теперь все по порядку. Желчный пузырь, желчь. Желчь производится в печени, ее концентрат и большой объем хранится в желчном пузыре. У нее три главные функции. Это расщепление жиров из пищи, таким образом, вместе с ферментами поджелудочной железы, она помогает усвоению жирорастворимых витаминов и жирных кислот из жиров. Желчь регулирует холестерин, она не позволяет накапливаться в организме излишнему плохому холестерину. У желчи, наконец, антимикробное действие. И когда желчи достаточно, то в тонком кишечнике, куда она попадает по общему желчному протоку, желчь не дает развиваться симру и вызывать тем самым газы, то есть водород и метан, и вздутие от этих газов. Вот вам тесты на дефицит желчи. То есть теперь по вашему состоянию, потому что я объяснил, вы будете знать, что у вас есть проблемы с желчью, то есть ее дефицит. А при дефиците желчи в тонком кишечнике скапливаются и задерживаются не переваренные жиры, а с ними и вся пища. Ферментация тогда этой пищи идет дольше и идет брожение, а это тоже газы. Есть у вас такие состояния? Что делать? Тогда в этих случаях надо пить желчные соли после еды, если, конечно, у вас нет гипертериоза. Это единственное противопоказание. Если у вас есть жирный стул, плавает, кал не тонет, это нехватка желчи. Если стул светлый, серый, дефицит желчи точно есть. Если у вас тяжесть справа под ребрами, боли справа в шее, сзади, то у вас проблемы с желчью. Кстати, камни в желчном пузыре, это что такое? Это не что иное, как сгустки холестерина. Причина – дефицит желчи. Если у вас дефицит желчи, значит, есть дефицит жиростворимых витаминов Д, А, Е, К1, например, которые отвечают, кстати, за в том числе крепость сосудов. И вот если кровоточат десны, это всегда дефицит витамина К1. А о дефиците К2 витамины говорят, например, наличие камней на зубах, на ростах. Потому что К2 витамин отвечает за что? За удержание кальция в костной ткани. Необходимо пить омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, витамин Д3 и К2. Есть такое масло 4 в 1, в котором есть все это сразу. Вот оно, ссылки оставлю в описании под этим видео. Так вот, причины нехватки желчи какие могут быть? Высокие эстрогены, высокий инсулин, частое питание, то самое дробное, которое не очень диетологи советуют. Вот частое питание. Тогда вы быстро израсходуете запас в желчном пузыре, если он у вас, конечно, есть. А если нет, тем более желчи, выделяемой печени, не хватит на переваривание пищи, которая постоянно попадает в организм. Так вот, огромный объем еды за раз тоже на это может не хватить желчи на переваривание такой пищи. Ну, конечно, удаление самого желчного пузыря это проблема, тогда будет нехватка желчи. Мало жиров в еде, тогда происходит застой. Ведь тогда нет стимула выделяться желчи, ведь желчь выделяется на что? На попадание в организм жиров. Если вы принимаете антибиотики, а ведь они не дают вырабатывать кишечной микрофлорой вторичные желчи в тонком кишечнике. Тут прямая взаимосвязь. Еще причины? Избыток омега-6 жирных кислот в рационе питания при дефиците омега-3. То есть неправильное их соотношение. Ну и, конечно, ожирение и цирроз печени. То есть проблемы с печенью, ведь именно печень продуцирует саму желчь. В этой связи, почему так важно интервальное голодание или интервальное питание 6-18 или 4-20? А очень просто. Тогда печень с желчным пузырем успевают выработать и, соответственно, накопить желчь. А кто ест дробно часто, вечером, на ночь, расходуют запасы и резервы выработки и хранения желчи в организме. И ее уже не хватает для нормального расщепления, полноценного расщепления жиров из пищи. Тогда что будет? Как минимум, дефицит жирорастворимых витаминов, жирных кислот. А что касается физической нагрузки, разгибаний, сгибаний, упражнений на живот, на пресс, массаж живота. Все это хорошо. Это стимулирует выработку выделения желчи. И обязательно посмотрите мое недавнее видео по определению проблем со здоровьем по калу. О чем говорит тот или иной тип кала? Это очень важно знать. Это очень серьезные взаимосвязи. Ну и еще один акцент. Если не хватает желчи или нет желчного пузыря, возникают отрыжка, вздутие, подташнивать даже может. Что тогда делать? Нужны желчные соли и висцеральный массаж. Плюс желчегонные. Тот же чеснок с едой вместе. С любой. Очень рекомендую латтл с селеном. Это был первый пункт. Первая группа проблем. Ну, проблемы с желчью. Вторая проблема. Это нехватка кислоты желудочного сока, недостаточная концентрация желудочного сока и, как следствие, недопереваренная пища. А оттуда гниение, газы и вздутие. Если у вас есть вот тот самый сибор, что такое сибор? Такое состояние, когда ферментация пищи идет не в толстом кишечнике, а ранее, в тонком кишечнике. То есть вы едите овощи, клетчатку, даже не смешиваете несовместимые продукты, а вас раздувает. И человек говорит тогда, мой организм не принимает зелени, овощи, например, капусту. Говорит, мол, все люди разные, начинает философствовать дешево, обманывая себя. Нет, дорогой товарищ, все люди одинаковые. У вас и у вашего друга и у предков тысячи лет назад идут совершенно одинаковые биологические процессы, совершенно по-одинаковому. А вот заболевания, запущенность разные. Просто вы это не видите, не хотите видеть и почему-то понимать, думать не хотите. Вот кто такую глупость говорит, никогда больше такой не говорите. Итак, все люди одинаковые, но некоторые глупые. Вот так правильно сказать. Итак, если сиборсостояние у вас есть, значит точно у вас есть недостаток кислоты в желудке. Вот такая взаимосвязь, запоминайте их, а лучше пересмотрите потом это видео еще раз и законспектируйте. Ведь эти взаимосвязи будут вам говорить в дальнейшем и о ваших ошибках, и о всех связях с любыми возможными болезнями. Но не у вас, так у знакомых, близких, и вы им сможете помочь. Знайте, что антоциды и антибиотики снижают кислотность в желудке. Что делать, когда есть такие проблемы, связанные с недостаточностью кислотности желудка? Вот самый простой способ. Пейте яблочный уксус перед едой. Как я уже говорил сто раз, по одной столовой ложке, разведенной в одной трети стакана теплой воды, прямо перед едой, но минуты за 3-4-5. Можно даже во время еды, в крайнем случае. Или принимайте бетаин гидрохлорид в таблетках, по 5-7 таблеток во время приема еды, и постепенно уменьшайте по мере улучшения нормализации ПАЖ желудка. По мере того, как СИБР будет проходить. Естественно, чтобы проходил СИБР, нужно не есть несовместимую пищу. Помните, что нормальная кислотность желудка ПАЖ 1-3, в среднем 2. Если выше, то еда не полностью переваривается, особенно белки, и тогда эти белки попадают в следующий отдел ЖКТ, в тонкий кишечник, а именно в 12-перстную кишку, они там полностью до конца не перевариваются. И это очень плохо. Я говорил о самых тяжких тогда последствиях таких процессов. В своей лекции, например, мясо надо есть, в кавычках возьму это название, такое ироничное пусть оно будет, посмотрите, поймете, кто еще не видел. Но если вы, как заведено в кино, едите первый, второй, третий компот, то есть сахара с белками и все подряд, то они в кишечнике вступают в реакцию благодаря гнилостным бактериям и возникает брожение, гниение, а как следствие газа и вздутие. Тогда в этом случае на поджелудочную железу идет огромная нагрузка, так как пища в желудке не полностью разобралась. И ферментам поджелудочной железы придется потрудиться, вернее поджелудочной железе, чтобы выработать огромное количество этих ферментов, которые потом по общему желудочному протоку попадут в 12-перстную кишку, которые попытаются разобрать недоразобранную пищу до своих мономеров. Поджелудочная тогда работает на пределах своих возможностей, возникают сбои в ее работе, панкреатит и другие проблемы. И чтобы разобрать белки, жиры, углеводы до мономеров, до монокомпонентов, которые должны всосаться в тонком кишечнике в кровь и дойти до всех клеток организма, этого в полной мере не происходит. А что происходит? Происходит брожение и гниение. Итак, запомните еще одно очень важное, ну, правило или постулат. Проблемы в верхних отделах желудочно-кишечного тракта всегда создают проблемы нижним отделам. Кстати, имбирь очень хорошее желчегонное средство и он помогает ферментной системе организма. Чеснок прекрасно. Не забывайте и про яблочный уксус, о чем я уже говорил. Интервальное питание и ни в коем случае не переедайте. Помните и про совместимость пищи. Посмотрите мое видео «Раздельное питание», а также мое видео «А что же тогда есть?» Ну и, конечно, интервальное голодание. И вот мы переходим к третьему важному пункту, почему возникают проблемы с газами, вздутием. Это проблемы с поджелудочной железой. Какие? Чистично я уже объяснил. Это недостаточная выработка поджелудочной железой и ее ферментов. Визуальные последствия такого состояния не то на щекал, опять-таки же, диабет, инсулинорезистентность вообще, то есть как преддиабетическая стадия, диареи постоянные, маслянистый кал. Что это значит? Не хватает фермента поджелудочной железы, липазы, конкретно липазы, которая расщепляет жиры. Оттуда такие последствия, связанные с недорасщеплением жиров. Следствие этого – вздутие. Что делать? Принимать ферменты. Ну, например, ферменты, которые продает компания «Коралловый клуб». Она их не сама производит. Хорошие, действительно, ферменты «Дигистейбл», ассимилятор «Папаин». Ну, по ссылке я оставлю под этим видео. Так, и ферментированные продукты. Принимайте их, ешьте квашеную капусту в первую очередь. Ну, скажем, с жирами, например, с авокадо или льняным маслом. Убрать из рациона питания надо сахара. Снимайте нагрузку с поджелудочной железы. Ешьте больше зелени. Убрать из рациона питание вредные, несвойственные человеку, как еду, продукты. Мясо тоже. Молочку, кроме, например, сливочного масла или топленого. Убирайте кофе. Никакой химии вроде жвачек. Если уж привыкли к ним, не можете без них, тогда вот смолки натуральные, как альтернатива. По крайней мере, будет не вред, а польза. Отчасти они даже помогают справиться с дисбактериозными состояниями за счет своих специфических веществ в кедровой пихтовой смоле. Так, но я говорил все время про тонкий кишечник. И, безусловно, когда мы говорим о несварении, дисбактериозных состояниях, конечно, мы говорим о кишечнике. И, разумеется, о тонком. Он просто не справляется с доперевариванием пищи, которая попадает из верхнего отдела, из желудка. В желудке могут быть уже проблемы. И, конечно, самые большие в тонком кишечнике. Тот же сибр. Ведь главная причина его – несовместимая пища, которая вызывает брожение. Это когда сахара с белками смешиваются. Или гниение. Это потребление мяса, при том, что есть хоть какие-то дисфункции той же поджелудочной железы, например. И вот возникают дисбактериозные состояния. Развивается патогенная кишечная микрофлора. Подавляется ей более сильный, наша симбиотическая, родная, полезная микрофлора. При таких состояниях почти всегда не хватает ферментов поджелудочной железы. И самого тонкого кишечника, да-да, слизистая кишечника, тоже выделяет ферменты. Что делать? Устранить эти причины, о которых я говорил далее. Обязательно принимать гель, энтеросорбент с хитозаном. Видео о нем посмотреть. И ссылку на товар оставлю. И бактерии симбиотические, пропионовые и вита. То, что есть надо, я сказал. Подробнейшим образом описал это в видео, а что же тогда есть. Кстати, вот вам яркая еще одна закономерность. При сибре потребление овощей, зелени, клетчатки вызывает всегда, когда вздутие, при потреблении овощей, зелени, клетчатки, если вздутие только усиливается, это говорит о том, что у вас точно есть такое заболевание, как сибр. Ну, конечно, на фоне дисбактериозных хронических состояний и синдрома дырявого кишечника, который человек зарабатывает постоянными воспалительными процессами кишечники. Об этом чуть далее я поясню. Лук, чеснок, чабрец, гвоздика, куркума с черным перцем. Это то, что вам нужно. Интервальное питание, раздельное питание, умеренное питание, убрать сахара из рациона питания. Ну и все то, о чем я говорил выше. Теперь, следующий отдел ЖКТ – толстый кишечник. Тут совсем в двух словах. Естественно, газообразование и вздутие может вызываться в том числе и излишней ферментации в толстом кишечнике. Но почему это бывает? По причинам указано мною выше. Ведь толстый кишечник – это следующий отдел. И если в верхних отделах есть проблемы, в нижних тоже могут быть. Итак, главная причина – не хватает клетчатки. Ведь пища наших, родных симбиотических бактерий – это живая растительная клетчатка. Помните об этом? Ну а теперь дополнительные факторы, вызывающие проблемы газообразования, брожения, вздутий. Это стресс, как ни странно, да? Выброс кортизола гормона происходит при стрессе, а он вызывает отеки, в первую очередь, в области живота. И вот помните, говорят, страх, стресс, медвежья болезнь, сразу в туалет хочется от чего? Теперь знаете от чего. Еще одна причина – непереносимость лактозы. Откажитесь от молочки. Дело не только в самом диссахариде лактозе. Там ведь много проблем, говоря о молочных продуктах. Ссылку я вам оставлю на главное мое видео на эту тему. Аллергия и непереносимость к глютену. Глютен – это часть лектинов. Лектины – это белки, которые вызывают воспаление в организме. И находятся они в бобовых и посленовых. А об этом у меня было видео. Итак, эти продукты вызывают воспаление. Если человек относительно здоров, у него очень здоровый желудок и кишечник, проблем нет, может не быть, да? Временно или долго. Но если у человека есть уже эти проблемы, убирайте из рациона питания посленовые и бобовые. Ну, кроме чечевицы черной. У меня было про чечевицу видео. Зерна, круп и хлеб, в которых тоже есть лектины, тоже убирайте. Ну, кроме пшена. И об этом у меня видео было. Сладкая сахара убирайте, они тоже вызывают воспаление, хотя там нет, конечно же, лектинов. А пробиотики помогут даже при аллергиях. Вот так. Почему несварение бывает, говорят, несварение? Не хватает кислоты в желудке? Объяснял уже. Про яблочный уксус говорил, но сейчас я скажу дополнение. Даже у тех людей, у кого повышенный сахар в крови, есть инсулинорезистентность, даже диабет. Если на ночь принимать 2 столовые ложки на стакан воды теплой яблочного натурального уксуса пить, то в скором времени вы заметите, что утром у вас сахар ниже, чем обычно. А это очень важно. Яблочный уксус снижает гликемический индекс тех или иных продуктов до 30-40%. Нивелирует. Да, это тоже факт. И еще. Ешьте пищу с закрытым ртом. Не заглатывайте воздух. Это тоже усугубляет процесс газообразования. И еще. Мой вам совет. Вы подумайте, проанализируйте, чтобы разобраться, каковы ваши причины. Вот когда у вас все это началось? Газы, вздутие, давно ли идет? Нет. На что, на какую пищу идет? А когда прекращается, возможно? В памяти это у вас не останется. Записывайте, введите дневник. Что вы ели в течение дня? Что за несколько часов, за пять часов, до того, как у вас начались эти проблемы? Может быть, вы съели что-то новое? Что-то съели с чем-то, когда началось? Там молочка, капуста, ну и так далее, и так далее. И еще совет. Есть такой точечный, руками обычно, эмпирически поймете сами, массаж, когда вы ходите по большому в туалет, особенно если вдруг у кого-то запоры, или не выходит кал до конца, то вы можете, прощупывая живот, плавно надавливая в определенные области, улучшить дефекацию. Это тоже имейте в виду. И, конечно, под этим видео я оставлю вам очень важные ссылки на те или иные мои видео и на те или иные товары, о которых я говорил. Ну и сейчас завершение буквально на две минуты. Реклама от меня. Моих продуктов, товаров, а не чьих-то других, как это делают блогеры, ну, ради заработка. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте, уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете. На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.